Здесь у нас земельный участок сельскохозяйственного назначения, на котором в северной части мы, соответственно, обнаружили захламление твердыми бытовыми строительными отходами на площади 900 квадратных метров. На этой свалке можно найти практически все. Вот детали автомобиля, а вот доски до шифер. Такая горка собралась явно не за день. Это долгая и плодотворная работа. Обнаружили свалку местные жители. Рядом сельхоз ближайшего поселения Заокская. Люди обратились в контролирующие органы. И на уже привычное место с совместным рейдом прибыли сотрудники Россельхознадзора и МЧС. Бывали прецеденты. Площадь данных свалок, она то уменьшалась, то, соответственно, увеличилась. И на этом месте, и чуть подальше мы, соответственно, проводили ранние проверки, заставляли правонарушителей ликвидировать данные захламления. Ну, соответственно, часть захламления ликвидировалась, часть разрасталась. ООО «Агрокапитал», а именно этому юрлицу принадлежит данная территория, нарушают не в первый раз, говорят сотрудники. Сейчас ко всему воруху претензий добавился еще один пункт. Горы мусора могут и загореться. И в перспективе огонь перекинется и на ближайший населенный пункт, и на леса. Нарушение требований пожарной безопасности никак со временем года не связано. Из юрлицу может прийти еще одно предостережение, уже от МЧС, по административной статье. Либо предупреждение, либо штраф до 400 тысяч. А вот с предостережением от управления Россельхознадзора есть один нюанс. На данный момент в связи с специальной военной операцией проверки у нас пока приостановлены. Поэтому мы можем обследовать данный земельный участок, выведить закламление, рассчитать площадь и, соответственно, выписать предостережение с последующим устранением данного правонарушения, с ликвидацией свалки и, соответственно, с рекультивацией нарушенной площади. Если предостережение не сработает, сотрудники управления Россельхознадзора напишут обращение в природоохранную прокуратуру и будут всячески пытаться организовать проверку. Просто так, говорят, ситуацию не оставят. А пока что стандартная процедура. Отбор проб на химико-токсикологические показатели с двух разных глубин. Эти пакеты с землей отправят в Тульскую лабораторию. Исследуют на бензопирен, медь, цинк, железо и другие тяжелые металлы. А если обнаружат, сумма ущерба станет больше. Но это как снимут ограничения. Тогда сразу же пройдет так называемая документарная проверка. Со всеми вытекающими. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город.